В Челнах военнослужащему с позывным Фергана вручили рации. На передовую они необходимы для выполнения боевых задач. К тому же данная модель не прослушивается врагами. Средства связи удалось приобрести благодаря предпринимателю из Автограда. Скоро боец снова отправится за ленту, а пока нашей съемочной группе удалось с ним пообщаться. Я родом просто из города Ферганы, в Узбекистан. Я родился там, прожил долгое время. Потом так получилось, что у меня по семейным обстоятельствам супруга переехала, ну тогда еще девушка моя была, переехала сюда в город Набирин Челны. Ну и я приехал за любовью сюда. В 2005 году так и остался. Поэтому Фергана – это как бы родной город, и он у меня позывной. В ноябре прошлого года мужчина подписал контракт на военную службу. Родные его решения поддержали. Гордятся мною. Отец постоянно звонит, гордится мною. Жена тоже считает меня героем. А насчет детей вообще там другой разговор. Они думают, что я победитель будущий. «Ты наш герой, говорит. Они у меня тоже как бы в Калкане учатся, в школе полиции. Два старших сына. Третий сын два годика. Думаю, тоже посвятить себя силовым структурам». По словам военнослужащего, с пользованием Фергана настроен передовой боевой. Рассказал он про один из боев. «Была история, когда мы находились на опорном пункте, в блиндаже, удерживали позиции. По нам прямой наводкой сработал танк. Я потерял своего друга, товарища. Он сразу погиб на месте. Пришлось его эвакуировать. И я, не теряя надежды, не входя в панику, довёл информацию до своих командиров. Эвакуировали мы его. Через сутки этот танк был поражён нашим огневым воздействием». И пока боятся на передовой, его семьи оказывают помощь и поддержку. Также глава администрации Комсомольского района поблагодарил всех бойцов за ежедневную защиту территориальной целостности России. «Сейчас мы готовим продуктовые наборы ко Дню Республики Татарстан. Буквально через 20 дней у нас начнем уже раздавать продуктовые наборы ко Дню Республики Татарстан. Будем всем детишки и первоклассниками, те, кто учится со 2 по 11 класс, также вручать сертификаты». Также глава администрации Комсомольского района поблагодарил всех бойцов за ежедневную защиту территориальной целостности России. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные Челны.